Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем сериометрию. Сегодня задача из польского экзамена из матуры. Это экзамен, польский экзамен при окончании школы. И вот условия задачи. У нас дана правильная треугольная призма, то есть правильно значит, что в основании лежит равна сторонний треугольник. Известно, что площадь всей поверхности, полной поверхности, равняется 45 корней из трех. Дальше. Площадь основания равна площади боковой стороны. Нужно найти объем. Нужно найти объем призма. Саша, давай подумаем сначала, что можно сделать. Нужно записать формула объема призмы. Да, формула объем призмы. Давай запишем. Почему площадь? А нам она тоже нужна будет. Площадь и объем тоже. Объем. А зубы запишем. Так, это у нас в стороны. Высота. Да, высота умножить на что? На ширину на дыну это не то. На площади основания, правильно? Да, на площади основания. Хорошо. Здесь мы не знаем высоту. Не знаем высоту. Хорошо. Сара, ты здесь? Здравствуйте. У нас следующая задача из польского экзамена. На польском языке я еще раз специально для тебя рассказываю условия. Дана правильная призма. Правильно в основании находится равносторонний треугольник. Известна площадь его поверхности 45,3. То есть площадь полной поверхности 45,3. Дальше. Площадь боковой стороны равна площади основания. Найти объем. Условие понятно? Да. Хорошо. Значит, давайте сейчас запишем площадь. Значит, это получается площадь. Давайте так запишем, чтобы было проще. Комментарий. Это получается у нас. У нас получается два. Два площади треугольника плюс три площади прямоугольника. Согласны? Да. Значит, ребята, как вы думаете, Сара, ты тоже можешь... Что надо дальше сделать? Ну, можем найти эту площадь. Площадь всей призмы. Так она дана по условиям. 45,3. А. Оттуда вывести площадь основания? Вывести. Понимаете, у нас тут, знаете, в чем проблема? Тут две неизвестны эти задачи. Вроде вы говорили, что это площадь основания. 45,3. Нет. Площадь всей полностью... Площадь полной поверхности призмы. У нас задачи, получается, две неизвестны. Объем и высота. Нет, не объем и высота. Сара, как ты думаешь, какие? Но тут у нас две неизвестны. Площадь основания и высота. Нет. Площадь треугольника и прямоугольник. Подумайте еще. Если бы мы составили уравнение, то как бы мы его составили бы? Я предлагаю сделать вот. Я предлагаю взять неизвестную H и неизвестную A боковую сторону. То есть A это у нас будет длина стороны основания. Понимаем мы мысль? Да. Замечательно. Площадь основания для того, чтобы A найти, мне кажется, нужно найти площадь основания. А мы его не найдем, потому что у нас в треугольнике ничего неизвестно. Вроде мы говорили, что площадь этой боковой поверхности внести все пирамиды равняется площади... Площадь боковой грани... У нас, видите, у нас площадь основания равна площади боковой поверхности. А давайте запишем это в виде какой-нибудь формулы. Попробуйте, ребята, я пока возьму ручку и бумагу, чтобы я мог рисовать где-нибудь отдельно от вас. Площадь полная. Сара, ты понимаешь, что я предлагаю, что мы делаем? Я просто хотела спросить эту формулу только в данном случае или во всех правильных... Какая формула? С боковая равна С основания. В этой задаче. Только в этой задаче. Это по условию задачи. Значит, смотрите. Поле написано польским языком. В поле подставы есть встроенное поле едной стены бочной. То есть, площадь основания равняется площади боковой стороны. Это по условию этой задачи. Ребята, понимаете, что я предлагаю? Давайте попробуем, места много. Попробуйте. Попробуйте. Да. смотрите у нас получается вот площадь боковой стороны это аж умножить на а согласно равно как найти площадь как нам выразить площадь основания если мы знаем только основание основания то есть у нас да и там равно а как найти площадь основания а почему на 3 потому что вроде три стороны основание это у нас равносторонний треугольник ну вот эти три стороны а это периметр этот наш периметр а площадь нам нужно умножить сторону на высоту правильно да а кто помнит ребята вы с вами очень много делали как в этой если такой треугольник чего будет тогда равняться высота если мы знаем сторону никто не помню будет равняться стороне высота да через а я помню а может ну может быть вы помните замечательно прекрасно и чтобы давай 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 это будет квадрат страны хорошо а квадрат высота чему то есть это квадрат да почему утром будет равна сама высота 1 ставь знак ровну и давай из-за корней максимально все что можно вынесем вот а корней из трех пополам замечательно саша ты понимаешь что мы сделали да пополам и поэтому площадь будет равна площадь будет равна одна четвертая а корней из трех вот согласно согласны согласно смотрите вот мы записали одно ровнение у нас получилось так а вот у нас получилось интересная вещь как вы думаете что мы с ним дальше можем сделать как вы думаете что мы дальше с этим можем сделать да а скрещается что полонас получается четвертая в корней из трех ранее царашу значит корнистю то эритриф и 3 в корень из трех поделить на 4 40 просьба ты можешь еще раз увидеть не для ошибки я ее не вижу но это почувствует что тут ошибка у нас откуда 1 4 сделать значит одна четвертая площадь одна вторая умножить на 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 да ребят это ошибка у нас а у нас ошибка до корней из трех пополам вот но мы я потерял ведь получается 1 4 а квадрат корней из трех а остается сейчас мы сомнения уже больше сокращать ничего не нельзя а мы не будем у нас получается аж равно одна четвертая а корнистю сейчас вроде правильно давайте эту и беру как вы думаете что можно сделать дальше у нас тут площадь основания неизвестно неизвестно у нас есть только полная площадь понимаете у нас есть только полная площадь а если поделить эту площадь на высоту если хочешь попробуй поделить но я пока не понимаю твою мысль так замечательно 45 корней из трех здесь вроде можно сократить сократить корень из трех а я не понимаю что делаешь знаешь что это сделать нельзя потому что у нас вот тут вот это у нас площадь полной поверхности у нас площадь полной поверхности и бессмысленно я не знаю как ну что нам задаст и как то есть ну потому что суде вас в этой части формула пусть трибуника нету аж там только у нас крестом столько боковой стороны поняли мы мысль поэтому я запишу 1 4 а квадрат корней из трех то есть это мы спасали вот этот 2 2 2 площадь регульника плюс 3 а на аж что я сделал понятно здесь можно умножить это будет 1 2 1 2 2 в квадрате 5 корней из трех равно 1 2 2 2 же тоже на 2 на должен нажать нет если у вас был бы плюс бы если у нас было вот так вот 2 умножить на одну четвертую а квадрат туда то нужно будет потому что то что это умножение потом все умножается на и еще аж на дописать где а там у нас нет ваш пусть основания а вот это адах согласен да смотри саша все правильно будет аж да смотрите сейчас что вот дописали что можно сделать дальше не страшно писать то что получили от пить до 45 корней из трех равно 1 2 а квадрат корней из трех пусть плюс 3 а умножить на одну четвертую а корней из трех что я сделал все понятно да да что дальше делаем ну продолжим а надо вывести а потом найти хорошо а что еще можно сделать что можно считать чего и бабить у него сидите что еще можно сделать сократить корень из трех да сократить сажат согласен он спрещая сокращается тут тоже он нам уже не нужен его уже беру что остается 1 2 а в квадрате 1 2 а в квадрате 1 2 а в квадрате 1 2 а куда делать 1 2 а куда делать 1 2 а саша вот я пока думаю что с ней сделать чтобы она чтоб ее нам проще было убрать хорошо я поставить хорошо я поставил скобку 1 2 корень из трех 1 2 корень из трех откуда корень из трех что делается ой саша извините пожалуйста да 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 ребят правильно подсказывайте я думаю потому что я решаю я думаю как это вам объяснять то есть мне сложно объяснять хорошо правильно плюс 3 а 3 4 а мы вынесли сколько 3 4 согласны да дальше 45 равно 5 4 квадрат умножить на 5 4 4 4 4 хорошо а квадрат равну как мы этим а квадрат 36 а в квадрат да 45 разделить на 5 умножить на 4 36 36 36 36 и она к чему равняется а равняется 6 а равняется 6 надо проверить нет ли где нет ошибок нету саша если бы мы получили 6 то я думаю что если бы была ошибка мы бы скорее всего 6 не получили бы а так как вот такие задачи если мы получаем в конце вот такие длинных расчетов число которые из которых мы легко извлекли корень то ошибки скорее всего нет то есть очень маленькая то есть ошибка это очень маленькая вероятность но в конце мы потом еще можем давайте давайте что делаем давайте найдем аж замечательно сара уже находит сара уже находит с замечательно с основания 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 откуда 3 откуда 9 3 на 1 2 то 3 2 Потому что, смотри, корень из трех, корень из трех и три – это девять. А куда делся до четвертая? Одна восьмая. Хорошо, согласен. Сразу четыре можно скачать. Девять и там два. Восемьдесят одна. Вторая. Получается 40 словен. С чего в общем измеряю? А, нет, без единиц. Хорошо, Саша, ты тут, Саша, согласен? Значит, вроде бы все в порядке. Давайте, знаете, что еще я делаю? Давайте, как Саша говорит, давайте проверим некоторые ошибки. Значит, я предлагаю взять, вычислить площадь. Значит, два площади треугольника. Два умножить на одну. Четвертую умножить на шесть корней из трех. Два площади треугольника. Плюс три умножить на… Так, а где у нас так? У нас на шесть умножить на одну четвертую умножить на шесть корней из трех. Что-то у нас получается вот что. У нас получается… Одна, вторая, три корня из трех. Одна, вторая. Сара, ты, если что, говори. Не поднимай руку. На смолу. Я хотела сказать, а здесь не было в квадрате? А почему он будет в квадрате? Нет. А, да, правильно, правильно, правильно. Правильно. Да, спасибо. Это же получается… А может на… Я тут сюда А написал отдельно? Я про него забываю. Шесть умножить еще на шесть. А можно… А во втором корне из трех тоже? Тогда шесть в корне из трех. Там… Где? Вот… Сейчас… Вот… Вот здесь вот. Не надо ли? Вот тоже надо. Умножить на шесть. Да, тоже умножить на шесть. А почему? Потому что тоже обхудрать. Здесь тоже… Он… Он уже две разные шесть умножить. Так, стой, я запутался. А равняется шести. А равняется шести. Сейчас… Сейчас… Отдельно. Аж равно… Одна четвертая умножить на тридцать шесть корней из трех. Согласны? Согласны? Нет, не согласна. Может, мы тут украсили. Еще раз. Аж равно… Одна четвертая… А корней из трех… Равно… Одна четвертая умножить на шесть корней из трех… Равно… Значит… Три вторых корней из трех. Три вторых корней из трех. Так, согласны? Да. Да. Поэтому мы это все уберем. Получается… Три умножить на… А на шесть… Умножить на три вторых корня из трех. То есть, площадь треугольника равна площади боковой поверхности? Да. Я поставлю треугольник, чтобы было… Чтобы лучше считалось. Получается… Так… Одна, вторая… 17 корней из трех… Плюс… 3 на 3 на 3… 9 на 3… 27 корней из трех. Получается 45 корней из трех. Все сошлось. Значит… Сошлось. Значит, правильно решить. Правильно, да. Конечно, Сара могла… Тут, ну, ошибиться. Но, скорее всего, нет. Тут, ну, маловероятно. Тут, ну, вроде бы… Ну, похоже. Ну, даже если она ошиблась, то все равно… Как мы решили, мы понимаем. Хотя, скорее всего, тут все нормально. Здесь, ну, я ошибки… Ну, вроде бы не вижу. Сейчас, ребята, есть ли вопросы вот по этой задаче? Нет. Саша, Тисапова понятно? Да. Хорошо. Тогда мы решим еще одну польскую задачу, но более простую. Это я уберу. Что такое вот? Значит, у нас есть… Куб. У нас есть Куб. Известно его длина стороны 9. В одной из оснований проведены диагонали. Они пересекаются там, где точка пересечения. Точка пересечения находится и располагается… в вершине пирамиды. Значит, нужно найти… Во-первых, нужно найти объем пирамиды. И дальше у нас во второй части нужно будет найти косинус угла наклона… Ребра. Ребра. Плоскость основания. Ребра. Ословия понятны? Ребра. 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 задача более простая поэтому попробуйте без меня можете допустим саша слева сара справа или наоборот как хотите надо найти объем вот это вот это вот пирамиды высота пирамиды тут понятно что 9 9 неизвестно площадь почему неизвестно москов известно если куб то тогда по известным но 9 не 4 но с но четыре стороны они данные до 9 на 9 где здесь 81 можете сказать старый понял форму для площади основания зачем сара посадя это у нас куб в основании находится что если куб то в основании находится что алё сэр эти слушай внимательно что ну вот эта фигура у нас куб значит в основании у нас что находится в основании а что непонятно я не знаю но квадрат находится это у нас куб а куб образован 6 квадратов вот и все это обычный квадрат и основание стороны на страну 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 могут так получается у нас объем равен одна треть на аж основание равно одна треть умножить на 9 сходится сходится отлично идем дальше нужно найти угол наклона ребра плоскости угол наклона ребра плоскости давайте немножко увеличу чтобы мы могли более легко рисовать давайте попробуйте здесь отметить угол наклона ребра плоскости основания основания так плоскости основания да да вот саша знаю что все правильно нарисовал вопрос ну-ка верни обратно а сейчас верни на родину честно тебе только есть вопрос смотри вот этот вот конец этого вот этот вот понятно что он касается то есть он вот он образует а стой подожди вот так вот да вот и вот этот вот конец дуги он образуется точку да вопрос в другом куда это конец дуги приходит к чему можно за что можно зацепить его тоже за сторону основания за какую сейчас мы выведем ее я вам говорил когда эти цены вот 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 нет вот это мы получим угол между двумя отрезками основание основание имеет еще вот такую сторону имеет еще диагонали можно провести в ней целую кучу разных отрезков чему мы привяжем потому что вот к этому отрезку почему к этому диагональ диагональ правильно почему объясни почему она проходит через угол чего она пересекает прямо через угол не совсем поэтому пересекают еще bc и dc но я вам рассказывал что смотрите я иногда их свое отдельно допустим у нас есть плоскость вот и пересекает какая-то прямая как вы думаете как нам найти угол между плоскостью и прямой перпендикуляры опустить перпендикуляры вот опускаем перпендикуляры вот вот у нас прямой прямой угол вот получили а как там здесь делать на этом у нас это перпендикуляры мне кажется это можно перейти перейти переходим если ты можешь нарисовать нарисуем вот в этот треугольник в этот не надо а в какой может треугольник перейти можно в больший вот этот да правильно ты понимаешь что сейчас сделать где будет прямой угол между под высотой рисуй 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 прямой угол правильно 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 ты понимаешь что мы делаем да отлично то есть этот угол который совершенно коричневый вот нам нужно идти в косинус значит ваше предложение высоту делим на дебро высоту делим высоту делим на c w что такое курс у нас вообще катет противолежащий катет какой какой давай буквами где у нас будет противолежащий катет к этому углу да это катет w w делим на что делим на c w да c w c о согласны что нам тут не хватает как вы думаете c w не хватает c w ну да не потянулся w c чего c w не хватает да не хватает c w в принципе c o a c o нам не надо c значит ребята знаете что у нас мы ошиблись это у нас сойте 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 у нас это не косинус это у нас синус то что сарами сейчас называла это синус это у нас синус альфа надо было находить косинус да да косинус давай саша сара еще раз с косинус альфа давай еще раз c o деленное на c w c o деленное на c w у нас нет ни того ни другого как нам его найти 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 можно тут не сложно но ну подумайте пока без меня 9 в квадрате плюс c в квадрате равно c в квадрате c в квадрате равно c w в квадрате а мы не знаем c в квадрате c в квадрате можно написать через это значит давайте сначала найдем c в квадрате и рису и рису основания а б с д вот у нас ац если мы знаем сторону как метится и дали кроме звук получается что оце получается оце получается оце получается 9 и звук пополам квадрате согласны да да ну начал 81 получается 81 я вынесу скобку скобки будет 1 плюс 1 плюс 1 1 2 до 4 согласны почему корень это позвать позвать ну да это 81 может полтора 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 пол 1 плюс 24 но это у нас ребята это у нас ребята это у нас ребята WC в квадрате WC в квадрате корень из 81 умножить на 3 пополам согласны равно 9 корней из 3 вторых согласны мы делим на в квадрате нашли это косинус мы c c получается что у нас мы можем уже c мы уже c это у нас 9 корней из 2 пополам делим на c в я сразу переворачиваю чтобы было проще у нас мало места у нас уже осталось мало времени 9 корней из 3 или из 2 согласны 9 скрещается двойки скрещаются равно 1 за корень из 3 равно корень из 3 на 3 так вот значит надо ну ребят пожалуйста посмотрите все ли понятно да это вот задача 11 классов экзамен 11 классов то есть ну они мне кажется вполне подъемные все понятно давайте заканчивать до не до свидания спасибо до мне новые наши од мы вы